Вкус настоящего отечественного био-йогурта сегодня смог оценить Владимир Путин. Завтраком президента накормили в Тверской области, куда он приехал, чтобы обсудить развитие сельского хозяйства. И говорить есть о чем. Два года, что Россия живет в условиях ограничительных и ответных мер, пошли нашим хозяйствам на пользу. Растет производство собственного мяса, овощей и фруктов. Научились все это перерабатывать быстро и эффективно, но еще очень много земель простаивает. Сейчас это одна из главных проблем. Наш корреспондент Иван Прозоров отправился в поля вместе с президентом. В трех километрах от поля молочные фермы, рядом мясокомбинат. Полная производственная цепочка. От сбора урожая до переработки и сбыта. Не только молока и мясо. Сладости, мед, вино отправляют в собственные магазины. Главу государства пригласили на завтрак с механизаторами и руководством предприятия. Владимир Путин оценил клюквенный морс и йогурт с ягодами. Вкусно. Сахар заваляйте. Нет. Так. Если есть, то чуть-чуть. Чем такая сладкая. Десерт. Натуральный. Держу пьем. В конце 90-х хозяйство было в упадке. С долгом в 2 миллиона долларов. Его взяли переселенцы из Белоруссии, Казахстана и других бывших союзных республик. Сейчас это одна из самых эффективных агрофирм в стране. Средняя зарплата 38 тысяч рублей. Какая-то прямая помощь в рамках известных программ развития. Ну, если вы не та программа развития сельского хозяйства, которая с 2004 года моя акциональная проверка, мы такого бы развития не получили. Холдинг за свой счет построил дом культуры, чтобы молодежь оставалась в селе. До открытия предприятия в первый класс местной школы ходили всего 7 человек. Сейчас 30. Сколько у вас учителя получают? В пределах 15 тысяч у них, 18 тысяч. Это у них государственная оплата. Мы доплачиваем где-то, наверное, сколько. Сколько у вас средняя заработанная плата сейчас в регионах? Где-то 20 тысяч. Учителя получают меньше. Сейчас добавили в маски. Давайте надо на уровне. Как указать, 12-го года. Начинаем. Ориентируемся сейчас и доходы мобилизуем. Вы как долго исполняете эти обязанности? 4 месяца. Достаточно для того, чтобы принять кардинальные решения. Такие комплексы ориентир для других регионов, отметил президент. Климат далек от житниц юга России. Но здесь смогли построить предприятия, способные, к примеру, обеспечивать мясной продукцией 1,2 миллиона человек. Почти всю область. Новая техника поступает на местные предприятия регулярно. Ведь сельское хозяйство – одно из основ экономики Тверской области. Да и сам регион в масштабах страны играет немаловажную роль в Центральном федеральном округе ведущей позиции по качеству и объему сельхозпродукции, которая находит своего потребителя в соседних областях, это 6 регионов, а также на крупнейших потребительских рынках Москвы и Санкт-Петербурга. Разговор о развитии сельского хозяйства в Центральном Нечерноземье продолжился на совещании. Президент отметил результаты сельхозпроизводителей. В минувшем году первое место в мире по экспорту зерна, свининой и мясом птицы России обеспечено на 95%, раньше было 60%. Потенциал у отрасли большой, но чтобы раскрыть его, нужно разобраться с сельхозугодиями, которые используют не по назначению, а это 12 миллионов гектар земли по всей России. Приняты поправки в законодательство, которые предусматривают возможность изъятия земельных участков в случае их неиспользования в течение трёх лет по целевому назначению. И в течение года затем новый собственник должен ввести их в сельхозоборот. И здесь очень важно, чтобы не создавались искусственные сложности при вот этих действиях нового собственника. Нельзя допустить, чтобы человек или хозяйство получило сельхозземлю для введения оборотов. У него год всего для того, чтобы это сделать. И он не должен год бегать по кабинетам и оформлять бумаги. Президент призвал выстраивать отношения с банками. Кредиты для многих аграриев по-прежнему неподъёмные. Но государство продолжает поддерживать сельхозпроизводителей. И крупные холдинги и семейные фермы в Центральном Нечерноземье в этом году получат 23 миллиарда рублей. На 3 миллиарда больше, чем в 2015-м. Нужно совершенствовать механизм субсидирования сельскохозяйственных производителей. Делать это более понятным, прозрачным способом. Своевременно доводить средства до конкретных получателей. Тщательно контролировать, безусловно, как они расходуют эти деньги. Следить за тем, чтобы деньги не уходили на проекты, не способные приносить результат. Зашла речь об импортозамещении. Глава Национального союза производителей овощей Сергей Королёв рассказал, к чему привёл запрет на ввоз продуктов из Турции. Многие российские хозяйства сменили профиль с огурцов на томаты. Их рынок вырос на 60%. При этом турецкую продукцию Королёв назвал низкокачественной и небезопасной. Владимир Путин в ответ заявил, что именно качество должно быть решающим фактором при отмене нынешних ограничений. Иван Прозоров, Дмитрий Кочетков, Вячеслав Черешко, Павел Рудаков. Первый канал. Тверская область.